шоу грязь фрося интимки ой моя любимая всем привет меня зовут анна енина это шоу грязь в нашем подкупным шоу мы задаем гостям удобные вопросы чтобы отбелить их репутацию сегодня у нас гостях лучшая по москвы поверь бля почему она похожа на боевал я кстати не шучу какого хуя все авиапарка вот так не похоже хотя успех россии 2022 а также пункт приема стеклотары дарья умного кто такая фрося быстренько можно хотя бы описать ну вот эти баров выбрать его авиапарки не было за лучшую пупу авиапарка что-то москвы я у него саку боевал даже ну попа правда хорошая спасибо я это боевал реально пришла сегодня с дополнительным нет нет бывший лиза губы ты не может бывший лиза губы по стрелке она большая нет ты сняла хочешь проверить нет я тебе верю даша добро пожаловать на шоу грязь понимаю что подписчики пошли но мы сейчас на ю тубе и наверняка есть люди которые не совсем знакомы с твоей деятельностью я очень даже себе и вообще чем-то занимаешься чем ты занимаешься так красивенько рассказать мне 21 год я блогер достаточно старенький четыре года наверное подряд веду жить и кто старая получается четыре года капец сейчас постепенно ничего за не на четыре года это реально старый блогер это уже прям который жизнь повидал но я скажу честно и типа лайк прошла наверное она уже прям может рассказать про поколение блогеров типа что видела раньше что потом но это правда у временную вот эту эпоху хаосов блогеров тоже очень многих видела там с многими снимала коллабилась вот так не знаю что еще рассказать даже сейчас блять подожди если она снималась со всеми нас не мало саратосиком просто вопрос ты становишься довольно популярны и довольно активно популярны именно в телеграм-каналах как тебя блять кто это ты можешь показать примеры контента по же хочу все я мне и она енина в жизни нахуй ничего не покажет не объяснит не ставит перебивку поэтому фроси ручной фрик енины так но это разные фроси да я так понимаю то есть вот это фроси с трусами вот это фроси это разные фроси или это одна и та же фроси потому что здесь на к это маленькая очень одесса какая-то очень большая а где нужная фроси ну то есть вот вот это фроси нужная тгфу так инста фроси так тихо тик ток фроси бо опана жопа уйди от твоего парня не нормально все столяров о боже жопа о боже жопа жопа блять вот это бля жопа да жопа охуеть жопа блять это же жопа ой жопа да жопа ага это что жопа блять это реально жопа я уронила яйца блять вот жопа жопа ну за что жопа не знаю посмотрите это же жопа сколько весит моя жопа я пою песню мне из жопа я кто-то у парня это жопа я подожди это весь контент то есть это блять вообще весь контент который там есть а есть что-то еще ну кроме жопы на хотя бы какие-то юморные скетчи или все построен только на том что у жопа есть блять это нереально только жопа фроси она песни делает тихо у меня зубы блять я знаю какой рофлэ трек мы сегодня будем писать ребят будет трек про то как я ссал хуй ладно поехали новая площадка офигенно у меня складывается ощущение что сейчас есть какой-то кастинг чтобы стать популярной в телеграме нужно нужно кое-что сделать как думаю что на бутылку сесть начинала танец не исполнится на след конечно о слава богу забыли рыв кран девушки здравствуйте вторую серию или первую привет если кто не садится чё-то ладно похуй я поверю вам на слово с этого сперма бургер но белок никому не мешает семя была с кидами в педалирование просто посмотреть настоящим конечно обманываешь меня почему ну вот есть а что ты называешь обманом ну так конечно в чем тебя обманываю бля вот это я понимаю диалог на интервью семени ну да ну смотри откуда я взялась имя откуда ты взяла семя наверное от своего молодого человека то есть сперма молодого человека все по похожим сценариям а чья была идея моя а как как тебе пришло это в голову на лет 7 назад я решила вести youtube и у меня тоже была такая идея ну всякие штуки там делать интересный тип там колу жарить сперму жарить и я что-то вдруг не знаю сейчас решил это опять попробовать зашло людям не так уж это не фиговая так сказал ты была не первой кто это сделал телеграм-канал но она такой она продвинула этот рецепт ты вдохновилась я тогда наверное когда была помладше я вдохновилась убила как человек жарит сперму я сразу решила вот вот это то что мне нужно это то что нужно моему образу моему стилю после этого я не остановилась я продолжила жарить хуй знает людей блять ладно не смотрел ее канал я не узнала сразу но не сразу наверное смотрела за ней то есть я ее знаю как девчонку которая там не знаю лижет прокладки все вот это прочее касаемо другой ее деятельности я не в курсе давай перейдем так такая интересная идея пришла в голову не знаю даже да по приколу наверно по приколу по приколу сесть на бутылку это в момент я завидую блять и енина и она знает как она села на бутылку я не видела я хочу это увидеть мне же для понимания нужно все-таки результат да просто возникла такая мысль ты выкладывала сначала один кружочек где вставляешь себя бутылку покажи там было без тона в одежде с блюром понятное дело потом он был удален и ты перезалила его в юбочке уже со стонами первый вариант почему не понравился потому что меня начали писать мои друзья знакомые меня это чуть-чуть скорее знаешь хотел увернуться от лишних вопросов типа как чего за блять ну я не хотел отвечать на вопрос зачем я сел на бутылку ну блять зачем они интересуются этим чем почему и просто не отвечать на них ну у каждого свои фетиши просто нет ну получается ты сначала выложила один кружочек потом перед блять я знаю эту комнату блять подожди это моя квартира старая каждого свои фетиши просто нет но получается блять это моя квартира старая еще она выложила один кружочек потом перезаписала такой она очень похожа на старую хату предыдущую удалила как это помогло избежать лишних вопросов я думаю что я человек эмоции я скорее я человек эмоции на эмоциях могу не бутылку сесть для удобно опиралась на свои эмоции я думаю поебать наверное на педалирование уже не надо ребята мне уже я не напоказала чужое мнение чем-то не будет писать я же могу как чёрт мне похуй на чужое мнение я просто захотела и села на бутылку такова жизнь понимаете я настоящий леди спасибо большое чат никому не отвечать и ничего не объяснять как бы собственно все то есть перезарив кружочка связан исключительно с твоим эмоциональным состоянием решила убрать а потом передумала то есть ты сначала такая садишься на бутылку тебя все спрашивают что с тобой не так у тебя зло все хорошо тебе нужна помощь ты удаляешь это такая ну наверное хуйня какая-то а потом а знаете нихуня какая-то и 5 просто ебанул то же самое но жестче без блюра и со всеми приколяхим со стонами да скорее да почему передумала не знаю сложно сказать на этот вопрос очень сложно ответить у меня макс чекни педалирование блять ребята вы хотите чтобы я просто посадил ты на стриме полностью со звуком девочки медитировать можно даже в машине пока ждем таксиста чего бля девочки медитировать бля слава богу что-то не бутылка егеря я бы наверное пить его не смог после пиздец всегда эмоции брали надо мной вверх и я всегда принимал решение на эмоциях могла не знаю иногда вот помню с подруга просто эмоции взяли вверх ребята сидела в машине такая почему не суть бутылку в пизду но это у всех так происходит да ребят гуляли очень импульсивно все решения принимаю в принципе это сижу такой смотрю стрим хесса думаю ну бля почему мне суть бутылку в пизду ну принципе охуенный моментик вайбик такой хороший могу нахуй послать сразу я очень не люблю людей которые ко мне катят прям я ненавижу людей когда ко мне подкатывают то есть я прям сразу но конечно блять на чтобы ну ты же не подкатывать на то чтобы они подкатились типа как бутылка знаешь катится бля ебать наверное возбуждают эти вот эти видеоролики в тик токе где бутылку по ступенькам спускают она разбивается так и думает бля какая твердая бля сразу хочу нахуй послать у меня такие мерзкие шутки начались в голове но я просто не могу по-другому извините вернемся к бутылке ты была в такси и тоже засовывала в себя бутылку у меня с таксистами вообще отдельная история отдельная тематика не подкатывал ли к тебе педалирование педалирование это мой чат в telegram канале то есть вот есть сам телеграм-канал а есть чат к нему и как-то зайти ну блять наверное по инвайту вроде как можно скину кто хочет может кинуть инвайт педалирование просто в чате из модераторов вроде как можно так зайти я таксист при этом где он вообще находился ни разу не подкатывал на заправке на заправке он вышел из машины ты в машине да он пошел заправиться пока его не было соответственно я такая ну поприколимся поприколимся засунем бутылку в пизду сколько я кстати чисто ради и бати мне только 28 а я уже задаю такие вопросы сколько лет охуеть я превращаюсь у отца у которого никогда не было ну хорошо вот чима получается охренеть нет ли я начинаю думать о том что человек просто ебнутый из-за возраста понимаете походу я сам становлюсь ебнутым страха что что-то пойдет не так что-то может лопнуть что-то может треснуть такие случаи часто и хочется сделать очень большой яркий дисклеймер что так делать нельзя это небезопасно а то есть дело только в безопасности дабы от тебя вот то есть только в безопасности вопрос да енина вот если бы это было безопасно бутылку сумму пизду то нормально в принципе вне зависимости от цели которые вы преследуете если что-то треснет внутри истинок вашего влагалища вам не понравится результат ну да да проблема ж только в этом слушай нас такими если бы бутылки были бы ну не разбивные вообще бы не бились никогда ничего не такое то пообщался все засовывайте бутылку в пизду все утверждениями и вибратор может взорваться внутри нет конечно да очень принципиально разные я слышу ослу ну кстати типа блять в теории да еще когда вибраторы взорвались да это не сертифицированная продукция такое действительно бывает китайская производство то есть вибраторы могут взорваться ты сказал что только что нет это шанс равны нет ни в коем случае я перескал что сама не могут взорваться ёбаный в рот и тут стекло которое чтоб да ёбаный в рот ты же сказала что вибраторы взрываются может лопнуть от давления плюс ко всему не стерильная а за игрушками у них есть сертификат у них есть способы обработки и способы хранения если все соблюдать то все довольно так ты же сказала что эти были сертифицированные может они как айфоны поддельный там знаешь на андроиде можно и бутылку прозинфицировать ты дезинфицировала конечно салфетки и спиртовые ну это замечательно что дезинфицировала но все еще блин ну если серьезно может реально лопнуть и случаев таких на скорой помощи очень очень много и блять они вообще спорят только за безопасность они даже не понимаешь это хуйня какая-то снимать такие видеоролики где садишься на бутылку но это полная поеда поебота никогда еще свое время пока сказал то что это такая себе мода ребят но вы чё за никогда и повторяйте прекратите успокойтесь но дело даже не в безопасности то что такая-то странная хуйня сама по себе я благодарен тебе за твою внимательность и за твою заботу я учту это обязательно следующий раз также есть еще один крыжочек где ты садишься на бутылку скажи пожалуйста какую цель снимает такой контент на приколе все на приколе на приколе я мем интернета я на приколе ее я мем интернета блять принципе такое сказать ну смотрите есть условный папич который действительно мем ну просто человек мем но так про себя говорить ну это как-то сами понимаете как звучит это супер странно это все наверное так всегда было мем интернета да мне разные давали мем интернета то я раньше была жопой интернета теперь я мем интернета завтра я буду бутылка интернета после этого боюсь представить, во что она превратится, потому что развитие ее от жопы нахуй до бутылки осуждаю, блядь. Я, если что, диаграмму показала, они что-то там подумали. Произошло моментально. Жопа тиктока. Все самое интересное, что все связано с моим тазом. Ну, таз ты красивый. Надо быть честными. Попа правда красивая, попа чудесная. Ты занимаешься легкой, занималась легкой тяжелой атлетикой. Я думаю, что спорт в твоей жизни внес большой вклад. Она тяжелой атлетикой занималась? Ушла из спорт. Ну, тогда как будто что-то неудивительно теперь, что она на бутылку садилась. Ушла, давно ушла. Год четыре назад. Ну, я просто когда тоже тяжелой атлетикой занимался, я помню, ко мне подходили ребята, говорили, слушай, Макс, мы собираемся пойти поделать присед и ставим бутылку, типа, смотри, если ты хочешь нормально вес поднять, то вот тебе мотивация, снизу бутылка. Просто, видимо, блядь, она решила такая, ну, наверное, можно и сесть. Почему бы и нет? Колени сорвала, поясницу сорвала, травмы вот этого поясничного отдела, вот, и мениски полетели. А ты прям в профессиональный спорт шла? То есть ты выступала на соревнованиях и планировала... Да, я выступала на соревнованиях, я поступала даже в спортивный университет, благодаря, наверное, этому я туда и поступила, но потом что-то пошло не так, и пришлось, ну, отстраниться чуть-чуть. Закончила университет? Пока нет, еще годик остался. Планируешь заканчивать? Конечно. Я че зря училась четыре года. Ты будешь фитнес-тренером, получается? Да. По профессии я буду фитнес-тренером. Бля, я не пойду к ней нахуй на тренировку никогда, просто никогда, ребята. Я говорю, вот этот ебан... Вот знаете, всегда надо будет пропускать день ног у него. Всегда, понимаете? Всегда пропускать у него день ног. Потому что я знаю, что там меня ждет, блядь. Но я уже работала фитнес-тренером, честно скажу. Я устроилась в зал какой-то. Пришла, я ему говорю, здравствуйте. Можно мне, пожалуйста, это... Ну, подходить под клиентов, тренировать? Они такие на меня смотрят, чего? Вот тебе ставка 500 рублей в день. Типа, сиди, дежурь. Я такая просто с открытым ртом. 500 рублей в день. Типа, меня такое не устраивает. До свидания. Ты тогда уже имела доход в блогерство или еще? Ну да, тогда это вообще... Я уже... Да, это было... Сейчас скажу, когда. Это было весной этой. Месяца три назад. И... Так, ладно. Профессиональный спорт я скипну. Это не особенно интересно. 100 тысяч в ТикТоке про бывшего. О, давайте прослушаем про ее бывшего. Мне даже просто интересно, кто он? Кто этот человек, который смог... Кровать? Практически, да. Да, ну не, расскажи поподробнее, мне интересно. И я вот сижу. Человек за счет меня утверждался. То есть, когда мы находились в компаниях, этот человек... Ну вообще, в теории, ты за счет бутылки сама утвердилась. Поэтому, как бы, одно другом... Ладно. Просто унижал меня. Прям в компаниях говорил, что, типа, ну, вот там у тебя одежда грязная, у тебя то грязное, от тебя воняет. Ну, то есть, как... Прям прилюдно, чтобы все слышали, не только там как-то тебе на ушко. Да. То есть, и я такой вообще... Ну вообще, звучит правдиво, звучит правдиво, типа... Понимал человек себя... Ну, я про то, что она воняет, если что. Идет со мной один, в компании вообще другой. То есть, я как бы еще думаю, зачем у тебя отношения со мной. То есть, получается, он тебя несколько стеснялся, если он себя так вел? Или у этого были какие-то другие поводы, и ты как-то по-другому об этом думаешь? Я не знаю, какие у человека были поводы, что он вообще преследовал с этой целью. Но, скорее всего, я думаю, что это просто был мальчик зажатый в себе, неуверенный в себе. Так надо было его разжать. И за счет девчонок он всегда по жизни утверждался. То есть, ты была такая не единственная в его жизни? Я была такая не единственная в его жизни. К сожалению. Долго были в месяц. Я думаю, такая только одна у него была, на самом деле. Два года, можно сказать. Ну, лично я бы такую не забыл бы, ребята. Но, прикинь, девушка тебе предпочла бутылку. Вот и не в том смысле, о котором ты думаешь в первую очередь. То есть, ты сидишь, общаешься с пацанами, говорят, почему вы расстались? Говорят, ты такой, бутылка. Они такие, блядь, алкашка, говорит, а я не про алкоголь. Блядь, ну это пиздец. Как ты себя сейчас чувствуешь? Отлично. Мстишь популярности? Мщу популярности, мщу своим успехам. Я знаю, что этот человек посмотрит это интервью. Я хочу ему сказать огромное спасибо за опыт, который я с ним прошла. Теперь я знаю, каких людей мне стоит обходить стороной. С какими людьми мне не стоит, в принципе, общаться и водиться. А говоря про опыт, самое негативное, что случалось, это вот эти вот попытки сам утвердить за твой счет или было что-то большее? Ну, только вот он ходил просто к друзьям, постоянно и говорил им, что они воняют. Она воняет. То есть, знаешь, ну да, типа, Янина, так и было 100%. Они встречались с друзьями, он садился покушать. Они такие, ну, говорят, что у тебя происходит там, чувак? А он такой, да блядь, пиздец, она воняет, пиздец, это вообще, это говно какое-то. Так и было, 100% каждую встречу. Вот слово такое, как будто бы за ним что-то еще стоит, очень болезненное. Ну, будем, если откровенны, то человек погулял на стороне, я так думаю. Ну, я так думаю, будем откровенны, я думаю, что он погулял на стороне. И после, к сожалению, этого прогула не все очень хорошо и гладко пошло. Мне пришлось лечь на операционный стол. Подожди, что-то я не понял. То есть, он, ты думаешь, что тебе изменил, а ты после этого пошла на операцию. Чего нахуй? Я что-то не понял. Гинекологические проблемы. К сожалению, да. Пришлось лечь на операционный стол. Гинекологические проблемы, случайно. К сожалению, да. Что именно было? Киста. Вызвана... Чего, блядь? Какой-то инф... Спровоцировали рост кисты, и после этого вот пришлось все удалить ее. Для зрителей кисту можно спровоцировать каким-либо инфекционным заболеванием, которое передается половым путем. То есть у нее спит? Университет киста начинает расти. А ты узнала о его измене, получается, вот таким буквально хорошим в кабинете гинеколога. Да, таким нехорошим способом. Грустно, грустно. У многих такое было, у меня тоже очень-очень... Самый неприятный, наверное, вид измены, это когда ты с последствиями еще выходишь, а вроде... Короче, подытожим. Она думает то, что ей парень изменил, потому что у нее начала развиваться киста. Хотя киста, по сути, может развиваться не только из-за этого. Но других вариантов не может быть, потому что парень козел, и поэтому он такой идет нахуй. Ну, в принципе, звучит как бы логично. Но потом я смотрю, что это за девчонка, что она делает в интернете, и такой, блядь... Ну, реально, бутылку не помыла, вот тебе и проблема. Ну, скорее, знаешь, это такое... Поэтому, девочки, мойте бутылку, ебаный в рот. Такой переломный момент, когда тебе нужно сказать стоп, и быть более избирательнее в своих партнерах. А именно сейчас, поскольку начинает расти популярность, нужно выбирать рядом с собой такого человека, который, опять же, будет всегда рядом тебя поддерживать, быть рядом с тобой, опять же, который... Я не могу, сука, я не могу остановиться шутить про бутылку, блин, это... Я не ебал, кто это такая до этого видео. Но я не могу остановиться теперь шутить про бутылку. Не сольет твои данные никуда. Понимаю. И очень нужно здесь быть аккуратным. Ну, это, блядь, бутылка. И не ложиться в постель с каждым встречным. У тебя получается найти вот какого-то любимого одного человека? Я не могу сказать, что у меня есть молодой человек. У меня просто есть... Есть человек. Мы не встречаемся. Я не собираюсь сейчас ни с кем заводить серьезные отношения. Пока что для семьи. Я просто наслаждаюсь моментом. Просто есть ухажеры. Я просто знаю, что пока вокруг меня есть... Блядь, меня реально напрягает то, что она очень сильно похожа на Байовол. А что если Байовол... Не-не, ну это же невозможно. Рядом со мной есть человек, который меня сейчас не предаст. И я пока не могу... Не готова, точнее, влиться в полную, полноценную личную жизнь. А что если... Не-не-не, это не может быть. Мне интересна карьера. Душевные боли уже не преследуют после вот этого опыта. Да, после... Наверное, я вот до момента, пока я не... Как это сказать? Не была активной в соцсетях. Это же меня, кстати, тоже погубило в прошлых отношениях, что человек меня начал засирать. Я такая, блин, это ему не нравится, это я делаю не так, это я делаю плохо. Нужно менять контент, соответственно, у меня не получается менять контент. Я не знаю, что делать. Я шлюха, потому что у меня большая жопа. Ну, нет, вообще, я думаю, об этом он говорил не из-за того, что ты большая жопа, потому что ты снимаешь секшуал-контент, где, типа, такая ходишь, смотри, у тебя большая жопа, мужики откидывают своих парней, ты влезаешь в чужие отношения, ты, типа, изменяешь своему парню в этих же тиктоках. То есть проблема не в этом. Не в том, что у тебя огромная задница. Нет, не в этом. В том, что ты используешь его для контента. И сейчас, допустим, ну, вот если бы, условно, у тебя был парень, и он бы увидел вот эту хуйню с бутылкой, он бы сказал, ты чё, ебанулась нахуй? Типа, это не очень здоровая история. Ты идёшь, скажем так, вот этим быстрым, так называемым, хайпом. Ну, он не особенно дружит с отношениями надолгую. Но если ты это не понимаешь, ну, блядь, это твоя личная проблема, на самом-то деле. Тогда не удивляйся, почему другие люди сидят и рофлят. Как это вообще связаны вещи, я не понимаю до сих пор. Я тоже не понимаю. Менять контент, речь идёт о поиске сладеньких мальчиков. О, я думаю, вообще старый-старый такой контент. Ну что, я едла и сладких мальчиков, погнали. Я ищу сладеньких мальчиков. Я его случайно как-то запустила. Я просто сняла видео, а подписчики начали меня с этим ассоциировать. Очень приятно стало, что подписчики придумали мне сами рубрику. Я по этой рубрике снимала. Её пришлось как раз закончить из-за этого. Именно из-за отношений? Да. Моему молодому человеку в отношениях не нравился очень мой контент. Я стараюсь... Интересно, почему? Я даже, ну, предположить не могу, почему. Старалась всеми возможными способами его менять, чтобы актив не терять. Но актив всё равно падал. Интересно, почему? Вместе с активом падало моё желание, в принципе, расти. Ну да, логично. А мы все ещё и в хаосе находились. Это удобно. Хаос оплачивают. Ну, проживание, питание. Естественно, тебе вообще не надо ни о чём думать. Ты была более чем в трёх... Бля, вот эти тиктокерские проблемы, понимаете? То есть, начинаешь делать какой-то лёгкий контент, живёшь в хаосе, тебя обеспечивает продюсер. Эээээ, пиздец. Раньше-то приходилось, знаете, сидеть. Да, в принципе, и сейчас просто не у всех. Сидеть, там что-то придумывать, какие-то идеи развиваться. Нахуй сейчас это, нахуй сейчас это. В хаосах, да. Ты красивая тяночка, потрясешь жопкой, и всё будет супер. Почему ты выбрала вот именно такой вариант продвижения? Тебе было важно блогерское комьюнити, тебе нужны были люди, которые поддерживают тебя в творчестве. Я посмотрела, это было модно, я хотела идти за трендами, я угналась за трендами. Можно сказать, шла в каждый дом практически, в который мне предлагали идти. Самый худший из них дом, наверное, был этот дом, где читали книжки людям. Блядь, худший дом это там, где читают книги? Чего? Промывали мозги в прямом смысле, говорили, у вас нет родителей, у вас нет семьи, нет дома. Вы вообще просто, ну, как бы, вы просто существуете, нет измен, вообще ничего нет. Вот мы в этот круг блогеров, которые сейчас здесь читают книжки, мы все вот одна большая семья. И я помню, короче, мне рассказывали, когда я уже ушла из этого дома в другой, мне рассказывали, что там вообще и оргии устраивали какие-то, ну, то есть там прям все голые были, шли в баню. То есть для сближения, так сказать, коллектива. Это очень крипово. То есть ты была в секте? Нихрена! Тиктокерская секта! Я правильно понимаю? Я была в секте. Ну, по описанию просто это так. По описанию я была в секте, да. Была там на контракте или без контракта? Нет, блядь! Нет, я вообще очень, мне очень жалко людей, которые там все-таки остались. Я как узнала потом. Так вот почему она подобное снимает? Она же из секты получается. Кидывались за дом. Это все объясняет? Вообще все! Кому-то говорили ценник 20, 30, 40 тысяч кому-то. То есть смотрели на тебя, такие думают, есть у тебя деньги или нет. То есть есть деньги, 40 тысяч. С этого еще помимо всего брали 70% всего дохода. И людей, грубо говоря, просто, ну, блогеров грабили. А если у тебя еще и отношения находятся где-то за пределами дома с кем-то, тебя максимально старались переманить в этот дом, чтобы ты в доме с кем-то завела отношения. Ведь когда отношения находятся в доме, очень сложно уйти. Да, котик, ты была в секте. Какой ужас. А что за книги вы читали? Тикток секта. Как это, блядь, звучит охуенно. Подробнее. Ну, охуенно смешно. Так-то страшно, но вообще охуенно смешно. Это какие-то психологические книги или это что-то религиозное? Дети, которые играют в игры, игры, в которые играют дети. Но учили в этой секте, так скажем, по этим книгам очень неправильно. Я читала эту книгу, то есть это вот как два раздела, две книги, как считается. И вообще ничего такого, что вот написано в книге и что нам говорили, вообще нет никаких вот стабильных вещей просто. Это вот как будто они вот где-то из головы брали у себя и просто хотели подкреплять это фактами из книг. Как ты уходила из этого хаоса? Просто взяла вещи ночью, собрала и уехала. Мне ничего не сказали даже. Ночью без ведома. Без ведома. Просто собрала вещи. Ну, то есть, по сути, это был побег. Ты избегала из секты. Да. Я уверена, что если бы я днем бы это сделала, когда бы я... Бля, вот эта тема с хаосами же, она сама по себе максимально странная. Я могу еще понять, зачем это делается для больших блогеров. Ну, потому что постоянные коллаборации, вообще вся эта тема, большие продюсеры, контракты. Как будто смысл есть. Но если ты блогер поменьше, только начинаешь развиваться, в чем смысл? В том, что ты не можешь найти себе рекламодателей, что ты хочешь зарабатывать с первой секунды, да ебаный в рот, начни просто развивать сторонние платформы. А вот, я не знаю, люди, наверное, которые идут в хайп-хаусы, и те, которые создают, они понимают, что нужно одним и другим. Но те, которые большие, не понимают, что нужно. Им нужны просто люди, которые будут делать им бабки. А они будут вкладывать в это минимум средств. Ну, и при этом могут сделать себе просто таких, скажем, рабочих на постоянке. А те, которые хотят, ну, которые идут туда, наверное, хотят просто быстро стать популярными. Они могут сидеть и делать то же самое. Ну, то есть, снимать в своем городе, в своем доме. Все то же самое. Тикток — это такой контент, который не требует от тебя огромного количества технических возможностей. У тебя есть телефон, все, этого достаточно вполне. Плюс, учитывая сейчас, какие телефоны. Бля, я не понимаю, это прям, ну, какой-то дурдом. Я вот именно такая, все, я ухожу, пока меня бы обязательно остановили. Потому что, в основном, блогеры, студенты, которые, возможно, сбежали от родителей, хотят заработать. Ну, блядь, тогда у них, получается, два варианта. Либо сидеть в этом доме, либо просто, не знаю, там, воробать. Ну, если так смотреть, то, наверное, пусть они лучше снимают свои тиктоки, да? Ну, если они реально сбежали от родителей, не могут жить в общаге, не могут работать на нормальной работе, просто даже где-то подзаработать. Тогда пусть лучше сидят реально в этих хаосах, а не шаребятся по улицам и воруют деньги. Там, знаешь, из карманов людей. По этой логике лучше так. На вилле. То есть я еще и в агентстве до этого была. Вот мое самое первое блогерское агентство, также оно заключалось на секте, только это было не... Предположим, яблансква становится сектой. Чем в нем должны поклоняться и что в нем делают? Ну, вообще поклоняться, очевидно, они должны мне. Все до единого. А что в нем делают? Ну, поклоняться мне. Я пока больше ничего не придумал. Нет дом блогеров. Это еще было дом вообще. Я ушла, тогда прям сказал, я ухожу. Мне звонили каждый день, 50 раз на дню. Давили психологически. У меня тоже были отношения среди этого агента. Ладно, в тикток сектор скип, штрафы в тиктоке и так далее. Как долго шла к цифре 100 тысяч похуй, конфликт с этой самкой. Похуй, цель, похуй. Хотя давай послушаем цель ее. Вот как будто цель интересно звучит. Я пришла сама по нему идти. И я абсолютно нормально отношусь к критике, которую мне сейчас подписчики пишут. Я считаю, что, ну, я как бы это заслужила. Я сама к этому шла. Я сама делала такой контент. Я сама спровоцировала людей на хейт в свою сторону. Тебя устраивает сейчас результат? Да. То есть, ты так ебать. Полностью с собой довольна. Я считаю, что я все очень правильно сделала. Что я ставлю перед собой цель. И какими-то ни было способами я ее добиваюсь. Ладно, похуй. Ну, типа, объективно похуй. Как появилось. Она вообще не особенно выкупает, как работает медийка. Просто не выкупает. Цель. Так я пойду за быстрым хайпом. Получу его. И так будет до конца моей жизни. Я забуду вечно популярной. Блядь, ты не сможешь всю свою жизнь бутылку засовывать в пизду. В этом прикол. Что за цель? Какая вот... Я хочу... Если ты будешь работать как трэш-блогер, тебе постоянно придется поднимать градус от этой хуйни. А рано или поздно этот градус зайдет, знаете, до чего? Ну, я думаю, вы прекрасно понимаете, до чего. Чего... До чего-то крайне травмоопасного для вас лично. Я хочу... Либо ты будешь держать уровень где-то, и люди будут от тебя уходить. А предложить им что-то новое, ну, это, считай, начинает заново. Да и, возможно, адекватные люди уже не придут смотреть на это. Просто потому что... А нахуя? Типа, что мне расскажет девушка, которая делала вот эту хуйню долгое время? Ну, давайте, честно. Сейчас плитика сейчас неожиданно начнет, ну, я не знаю, там, допустим, рассказывать о книгах. Своих любимых книгах. Кто пойдет это смотреть? Ну, кроме вот Парофлу, блядь, глянуть один видос. Никто. Потому что сразу ты, ну, понимаешь, что человек, ну, ебнутый. Нахуй вообще слушать его. И чтобы выйти из этого, нужно стараться, заразвиваться, долгое время делать какие-то видосы, делать какой-то контент, постить, может быть, что-то в Телеграм-канал. Везде, везде, номер один. Посмотрите на того же Ферамира. Чувак был, делал трешак, 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 исчез, пытался в Майнкрафт, что-то не получалось, оказалось, что он уже нахуй там никому не нужен. И сейчас пацанчик вернулся, блядь, опять делает какой-то треш на Твиче. Причем делает одно и то же. Но вот проблема Ютуба в сравнении с Твичом, на Твиче он не сможет поднимать этот градус с трешака, потому что в один момент его забанят. Я думаю, все это прекрасно понимают. Только вперед. Я не хочу сейчас никак контактировать с людьми из прошлого. Не потому, что я зазналась или потому, что там, не знаю, мне эти люди как-то плохо сделали, а просто потому, что я поняла, что мне нужно дальше идти. Я безумно ценю опять этих людей, безумно благодарна вам за опыт, который я вместе с вами прошла. Но мне, чтобы добиться, как сказать, высот, результатов, мне нужно двигаться дальше. Вы мне напишите привет там, я напишу тоже привет. Я, честно, это страшная хуйня, прям максимально. Но, к сожалению, я не смогу поддерживать такое теплое общение и доверять людям. Я сейчас очень к этому прям осторожна. Я очень осторожна с людьми, которым я доверяю. Вчера произошла очень неприятная ситуация. Слили мой номер телефона. Это сделал какой-то мальчик, с которым я сходила погулять. Я не знаю, что я ему сделала такого, может быть, я что-то ему не так сказала, за что он обиделся, и поэтому слил мой номер телефона. Как бы, я считаю, что это тоже мужчины, которые себя еще не реализовали в жизни, которые пытаются выйти за счет девочки хайпануть на этом. Тоже, опять же, я не держу на этого человека зла. Как бы, что произошло, то произошло, и ладно, как бы, я номер... Такая мерзкая хуйня. Ну, типа, да, да, да. Она говорит, ну, случилась неприятная хуйня, слили мой номер, скорее всего, после этого мне спамили. Но я на пацана не держу зла, потому что, ну, разные бывают в жизни. Ну, да, 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 еще до этого говорит о том, что, ну, вот было и было, я готова отпускать, но я в жизни тебе не поверю, блядь. Есть два типа людей, которые открытые, и которые пытаются играть в ангелов, нахуй. Вот здесь второе, причем очевидно. Если бы даже сейчас сказал, ну, нахуя он сделал, причем ты говоришь, что вчера это случилось, то есть у тебя как бы эмоции еще, то есть ты это еще не приняла, блядь. Ну, ты очевидно, я еще не успел даже это принять. Скорее всего, у тебя еще есть памят по твоему номеру телефона, ну, скорее всего, верно, ребят? То есть ты все еще, ну, как бы, типа, ебаный в рот, что я тебе сделала, ну, отъебись ты. Да не, я ничего плохого не держу. Ну, я, блядь, в жизни не поверю, но это же говорит немножко о человеке. Поменяла? Учитывая контент, учитывая вот эти слова, я могу, в принципе, сложить и так, нет, вы скажете, наверное, Максим. Ну, блядь, бывают же такие люди просто добрые, которые, ну, никому ничего не должны. Да, возможно, есть такие люди похуисты, возможно. В ваших, блядь, мечтах на самом деле нихуя не бывает таких людей. Но здесь прям палец и пиздос. Все хорошо. Просто для меня это тоже как опыт стал более осторожно относиться к людям. Слушай, у меня две сим-карты, два левых телеграмма, это, ну, это просто база. Ты в какой-то момент просто миришься с тем, что твой номер будут сливать всегда. Да там не только номер, я тебе говорю, там и фотки, и там... Так, сливы фотографий, Паша Сникерс, хуй знает, кто это такой. Хотя можешь посмотреть про Пашу Сникерса. Как вообще там, с чего все началось? Бать, у чела зовут реально Сникерс. Слушай, что произошло? Он пиздобол. Сникерс, иди нахуй просто. Я ко всем отношусь хорошо, ко всем отношусь хорошо, но Паша Сникерс пошел нахуй. Лядь, ну я не понимаю, ну это же такое палево. Сначала зовешь в отель, отвечаешь там на какие-то истории, реакции пишешь, соответственно. Потом удаляешь сообщение, либо ты, либо Тати, то есть, либо ты от нее что-то скрываешь, либо Тати решила так хайпануть, я не знаю. Но с ее стороны скрин, который она выложила, я почитала, я смотрю просто, я как будто сама с собой общаюсь. Такая чисто, привет, как дела? У меня все хорошо, я вот это еду туда. Ты тоже туда едешь? Вау, круто. Ну, то есть, переписка как будто от одного лица, и видно, что половины сообщений нет, они стерты. Осуждаю такой поступок, осуждаю. Что именно ты осуждаешь? Осуждаю, что Сникерс, скорее всего, пидор. Осужда... В смысле? Ты осуждаешь, что он... Ну я тоже осуждаю вот такие слова, но если он, ну типа, выбрал пацанов, это его решение. Но то, что ты как-то его называла, так нельзя называть. Но, с другой стороны, типа, ну, типа, что ты подразумеваешь, ну, типа, любят пацанов, вообще не проблема. Но, вообще, я осуждаю, как ты это сказала. Да, бля, ебать сложно она все это замутила, продумала. Это вообще жесть. Так, а Скорт? Скорт. Кто такой Скорт? Пощепохуй. Домашняя насилие... Она детейная? Сейчас хочу зачитать твою цитату. Я против насилия со стороны родителей. Это какой-то ненормальный метод воспитания. Бить ребенка даже за оценки в школе. Я вызываю полицию, мне страшно за ребенка. Ты действительно вызывала полицию на соседку? И приезжали, что сказали, какие результаты? Никаких, я думаю. Ну, я так считаю. Первый раз мы вызывали охрану, то есть моим другом. Сделали замечание. На какой-то момент это прекратилось. Второй раз мы уже, соответственно, полицию позвали. Полиция пришла, тоже как бы, ну, там, протокол. Это не протокол, что-то там написали заявление. И тоже все, дело закрыли. Ля, у меня, кстати, была подобная история. Только не с ребенком, а с женщиной. Короче, на старой хате, где мы жили, над нами была, получается, пара. Судя по акценту, пара такая, скажем так, ну, вы поняли. И я такой сижу, она говорит, типа, помогите, помогите, меня пиздят. Там, типа, ну, такое там. А там чувак, эй, блядь, сейчас тебя, блядь, суету наведу. Я такой, блядь, хуйня какая-то. Ну, я пошел, отпустился к охраннику, говорю, да, короче, женщину хуярят. Идите разберите. Они такие, да, хорошо, пойду разберут. Пришел охранник, разобрался. Проходит там неделя, опять пиздит. Такой думаю, блядь, впадал самому разбираться. Пойду, нахуй, к охраннику. Спустился к охраннику, говорю, вот там опять пиздят, разберитесь. Приходят. Проходит еще время, я опять слышу эту хуйню, я такой, блядь. Пойду опять схожу. Сходил. На четвертый раз я уже слышу, что там два мужика пиздят, одну девушку. Я такой, блядь, ну это пиздец какой-то, нахуй. Почему он туда не уедет? Ну, правда, ну, ебан, ну, съебись уже оттуда. Я, правда, ну, съебись ты, тебя хуярят, но он с топом, ну, съебись ты. Там, по-моему, даже этот, чуть ли не шкаф падал, прям звук падающего шкафа был. Ну, или что-то вроде такого тяжелого, я не знаю, мне кажется, шкаф, ну, судя по звуку. Или как будто его хуярили, ну, короче, вот такой звук, например, там, типа, пф, пф, вот такой звук, как будто сверху. Ну, это как шкаф или что-то такое. Я спускаюсь, говорю, ну, блядь, сейчас разберитесь. Потом уже мы, я такой поднимаюсь, говорю, блядь, что у вас происходит? Я говорю, ничего не происходит, знаешь, прям максимально цивильно. Там, знаете, здравствуйте, ничего не происходит у нас. Я такой, смотрю, короче, думаю, ну, ей похуй, блядь. Все, после этого ситуации повторялись, но мне уже стало поебать абсолютно. Потому что, ну, нахуй вообще влезать в чужую жизнь, ну, правда. Там люди, у людей свои какие-то загоны ебаные. И человек, ну, сколько, 5-6 раз мы выходили к охране. Ну, и к чему это привело? Не к чему, сука. Девчонка как была там, так и осталась. Мужик как продолжал ее пиздить, так и продолжил. Ничего, сука, не меняется. Поэтому, ну, типа, с одной стороны, я, кажется, поступил правильно, а с другой стороны, а смысл от этого? Это просто трата моего личного времени. Ну, ладно, иногда не совсем трата личного времени. Иногда я просто ролик записывал. Мне особенно было прикольно, когда кого-то хуярит сверху, типа, у меня микрофон записывается. Так что, ну, пару раз это были эгоистичные поступки. Тут я скажу честно. То есть, никаких родительских прав, я так думаю, не лишали. Потому что по сей день иногда я слышу вопли, ну, вот этого ребенка. И мне безумно прям его жалко. Там вопли, там слышно, что... Хранить могло бы шутать. Не, не, блядь, там какой-то другой чувак был. Скорее всего, брат или что-то такое. Бьют или что, просто кричат, ругают. Конечно, слышно прям вот какие-то гремящие такие предметы. Кастрюль вот как будто сковородки. Что-то вот как будто бьется, летит постоянно вот об стену кто-то постоянно бьет. То есть, я не знаю, либо, не дай бог, ребенка бьют об стену. Ну, либо просто кулаком бьют. Ты, на удивление, для нашего общества очень неравнодушно к этому относишься. Тебе знакомы такие предметы? Что хочешь про родителей? Мне, к счастью, не знакомы. У меня очень хорошие родители, которые дали мне очень хорошее воспитание. Мои родители также против насилия над детьми. Они считают, что метод, так скажем, каких-то наказаний, насилия, опять же, побоев, это не метод для того, чтобы воспитать хорошего зрелого человека со здоровой психикой. Бля, я понимаю, что она говорит все правильные вещи, но потом вспоминаю, что она на бутылку садилась, нахуй. Блядь, сука, я хочу с ней согласиться, но потом просто понимаю, что, ну, кто угодно напишет, сказал человек, которого, ну, и там просто вот огромное количество приколях. Ну, вообще, она говорит базу. Но, с другой стороны, блядь, вот ее случай не ей это говорить. Ну, правда, это дискредитирует, по сути, правильную позицию. За оценки не ругали в школе? Нет. У меня мама очень понимающая. Она мне даже иногда говорила, ты хочешь, не ходи в эту школу. Оставайся дома. Ты говорила, что в 14 лет тебе поставили анорексию, и вместо больницы тебя почему-то отправили на профессиональный спорт. Как так получилось? Мои родители не хотели, чтобы мне в карте... Стоп, стоп, ее с анорексией отправили в тяжелую атлетику? Чего, блядь? Писали, что я психически нездорова, и взяли на себя полную ответственность в моем выздоровлении. Плядь, а может, они подумали, что если она пойдет в тяжелую атлетику, она будет кушать многое, чтобы массу набирать? То есть, они... Ну, у меня мама очень старалась, очень молилась, хотела, чтобы я выздоровела. То есть, она прям чутко подошла к этому всему. То есть, она мне позволяла, да, не ходить в школу, потому что очень большой буллинг шел и травля. И мне очень тяжело было с этим справляться. Ребята, если вас буллить в школе, вот, прям склепайте, передайте им, нахуй. Ты кого буллишь, тварь, нахуй? Вот тебе, блядь. Че, еще хочешь побулить кого-то? На тебе, тварь, блядь. Че, сука, еще хочешь побулить, нахуй? На, блядь. Сейчас будешь сосать, у меня член буллер, блядь. Ну вот, а дальше обрежьте, ну, типа он хуй засет. Ну, там, типа, цензура на твиче. А я скипнул, да, случайно? Телосложение было худеньким, или ты... Ты сама к этому пришла путем ограничения? Да, или телосложения было? Сама пришла, не специально. Я, по-моему... Ну, я не заметила, в какой момент это все довело до грани. Я просто худела-худела, и я, прикинь, я даже не знала... А знаешь, кто еще худел? ...границы этого всего. То есть я просто вес сбавляла-сбавляла, и при росте метр семьдесят шесть уже вес мой тридцать четыре. И я даже тогда не поняла, что это уже критический вес. Когда мы уже пошли к гастроэнтерологу, наверное, мы когда уже органы начали отказывать, когда, знаешь, после... Блядь, я ни при чем не понимаю, вот что мне с Нелли делать вот в этом плане. Я Нелли говорю, кушай сколько хочешь. Вообще миллиард еды есть. Хочешь там грубфуд, хочешь вот это, хочешь, не знаю, там, пиццу закажем. Вот, ну, я что, понимаете, я вообще не ограничиваю ее. Блядь, все равно, там просто главная проблема Нелли, знаешь, в чем заключается? Ну, по крайней мере, со стороны. Блядь, она просто играет, сука, в доту 24 на 7 и забывает есть, блядь. Реально, она просто в доту... Вот, смотрите, сейчас что она делает? Давайте просто посмотрим ради интереса, нахуй. Что она сейчас делает? Она не играет в доту. Схуя ли не играет она в доту, подожди. А что она делает? Она стримит, что ли? Подожди, а что она делает тогда? Может, она кушает сейчас? Сейчас, секундочку, я сможу, что я легендарное событие запечатлю. А, она в Валорант играет. Все нормально, ребята. Все, я на секунду испугался, думал, пошла на поправку. Она в Валорант играет. Все хорошо. Сейчас просто, блядь... Нелли, ты сегодня что-нибудь ела? Пиццу. Хочешь еще? Ой, молодец. Ебать, пиццу начала есть. Ты принимаешь пищу, и эта пища потом из тебя выходит точно такая... Ну, это, наверное, вот из-за того, что из доты Валорант перешла, поняли? Типа, вот этот тайминг поела. Ну, это вообще чудо. Вообще никак не меняясь, ничего, ничего, не перевариваясь. Мы уже поняли, что это все. Это конец. Принеси ей покушать. Это не так работает, на самом деле. Это нихуя. Ну, правда, это не так работает. Ты можешь принести поесть, и она такая, я не хочу, я не буду. Положи потом. Ну, то есть, потом доем. И с этим... И это просто, ну, вот, стынет, все. Тебя не положили в больницу. А надо понимать, что там, типа, ну, желудок вот такой. То есть, она не может много есть. То есть, ты, ну, типа, блядь, надо, чтобы было желание. А чтобы было желание, нужно постоянно находиться в режиме дня. И потихонечку, типа, растягивать его. Но это же как бы работает вот так. Хотели. Я не очень... Вы представьте, вот, когда вы, короче, худеете, только наоборот. Поняли? Понимаю логику, вот... То есть, когда вот вы худеете, вам... У вас, наоборот, желудок слишком большой, он, типа, сужается. Чтобы вы не... Ну, у вас было вот это чувство насыщения. Короче, блядь, когда вы худеете, у вас постоянно чувство желания поесть. Потому что вы очень много себе ограничиваете. Если не делаете это плавно. Если делать это плавно, то вы, ну, блядь, будете, наверное, хотеть есть, но не так много. Ну, допустим, ну, мне кажется, нормально ограничивать себя на 400 калорий. Мне кажется, чувство голода будет не слишком сильно. Мне кажется. Есть диетологи? Мне кажется, 400 калорий, в принципе, звучит логично, если тебя ограничиваешь. Как будто не слишком жестко. Или жестко все равно. Хуй за. Ну, короче, вы поняли, про что я говорю. Вот такая же тема в обратную сторону. Ну, если что, я говорю не 400 калорий в день, я говорю ограничение в 400 калорий. Ну, я просто объясняю. То есть, допустим, ты ешь там 2 500 обычно в день, минусуешь 400, ешь 2 100. Я про это, если что, говорю не 400 калорий в день, а ограничение на 400 калорий. Если, ну, просто я уточняю. Могу на проверку, ну, проверить надо было желудок, там все это, кишечник, выяснили, что у меня очень большие проблемы со всеми органами, что они потихоньку, да, начали отказывать уже. Не то, чтобы давать сбой, а прям отказывать. Я ем 400 калорий в день, чтобы максимум не делать, и я, блядь, не знаю, что ты кушаешь. Я помню, короче, был момент, когда я сидел и кушал по 1000 калорий в день. Это было, когда я расслался, короче, с девушкой, и я такой, ну, бля, хочу жестко похудеть прям. А я тогда вообще не шарил, как работает диета, и просто пересел резко на 1000 калорий. Помню, даже на 850 что-то такое. Бля, это жестко. И я, короче, начал есть, и я понял, что я не могу сидеть, и начал жрать морковь. Я просто сидел, жрал морковь, как тварь, чтобы хоть немножко наедаться. Потому что я подумал, что это полезно, в принципе, и как исключение можно вкинуть. А так я, ну, так кушал. Это было супер жестко, но я похудел вот до такого состояния. Потом я, ну, типа, выкупил немножко и дошел до комфортного себя. Похудел в итоге, ну, блядь, похудел, но мне сказали то, что мне повезло, что я похудел без каких-то проблем. Потому что по тому, как я все это делал, я должен был словить огромное количество дебафов. Ибо я очень резко перешел. То есть я просто, ну, прикинь, жиру, каждый день там по 2-2,5, и тут резко там 850. Так что мне очень повезло, и я такой, бля, лучше делать так больше не буду. То есть сейчас, если я даже, ну, пытаюсь как-то жестко похудеть, там, знаете, у меня бывают моменты, когда я какие-то себя диеты засовываю. Я, во-первых, их подпроябываю немножко, по ощущению. Потому что я там, допустим, беру там 1500, и там где-то, допустим, подпроябываю, там, не знаю, что-нибудь съем бывает. Что не идет в плюс, но учитывая, что есть какой-то актив в жизни, это, в принципе, нормально для организма, по ощущению. Но вот до 1000 я себя вообще не опускаю. Просто вообще, ну, это страшно нахуй. Ну, просто я помню, как я хотел есть. Но я еще помню, я сам пытался себе готовить. В начале. Вот эти 850-е меня хотя бы кормили. Ну, то есть там я был, не грофуд был подобие в нашем городе. А до этого я пытался сам готовить. И вот это было жестко. То есть, прикиньте, у тебя завтрак, там, одно яйцо, обед у тебя курица и гречка, вот такие маленькие порции, и ужин то же самое. Вот это было жестко. Я не знаю, сколько это было калорий, потому что я не считал, но 100% немного. И там уже потом следующий шаг переходил бы ужин. Поэтому, ребята, если вот вы хотите, вот, короче, к чему я веду, мой совет. Если вы хотите сесть на диету, пожалуйста, блядь, почитайте, как это работает. Не совершайте, там, мои ошибки, ошибки других людей. Хотите набрать вес тоже, пообщайтесь со специалистами. Серьезно, там, не слушайте долбоебов даже по типу меня, потому что я вам рассказываю о своей ситуации. И, ну, вы уже понимаете, что, по сути, у меня проблема была в том, что мне просто, во-первых, повезло. Во-вторых, я чисто по чуке это сделал, потому что думал, что организм, наверное, так работает. Не знаю, блядь, ну, реально, поговорите с диетологом, если вам это интересно. Плюс у вас, ну, свой уникальный организм. Поэтому интересует похудение, интересует набор веса, общайтесь с диетологом. Это очень важно. Дыхательные пути, то есть... Не слушайте уебана в интернете, там, по типу меня, там, кого-то еще, просто не надо. Это отказали бы, вот, легкие уже и мозг дальше, все. Как произошло вот это? Вот я говорю, что у меня мама взяла на себя полную ответственность в моем лечении. То есть гастроэнтеролог, вот, врач уже звонил в больницу, поставил на учет. Вот, то есть у меня мама такая хитрая. Ну, то есть мы такие... Ну, можно мы там домой заедем за вещами? Так я знаю, мне для набора массы нужно 2500 калорий. Вот именно сейчас такой организм у меня. Для того, чтобы его поддерживать, мне нужно 2200 калорий. Ехали домой, отключили все... Я, чтобы себе мозги не ебать, я, типа, у меня груфу доставка, там, на тысячу, по-моему, 500. И я бываю там иногда, ну, доедая какой-нибудь хуйней. Ну, там, допустим, не знаю, там, условно, завтраком яичка, что-нибудь такое дополнительное, поняли? Не знаю, бутерброд. То есть, как бы, жары, углеводы идут нахуй, по ощущению. Это... Но, в принципе, мне комфортно, супер, так жить. Просто от того, что я за груфу дачи деньги не плачу. Телефоны, и все. Нам звонили на протяжении недели из больницы. Ну, узнавали, типа, чего, как мы, приедем, не приедем. И в итоге забили на это. То есть, твоя мама скрыла ребенка, который нуждался в госпитализации. По какой причине? Я не могу сказать, что она скрыла. Это, опять же... Грустно, когда дрищ ебала же... Да, вот у меня такая же хуйня. Это самое ебанское, когда у меня все идет в лицо. Но это из-за воды, скорее всего. То есть, мне надо по-хорошему с этим что-то сделать. Но мне так впадло, поэтому... Было мое решение. Самое обидное, что если начну набирать вес, у меня ебало станет еще жирнее. Это вообще жесть. То есть, в 14 лет ты еще не можешь принимать решение. Это так не работает. Очень был хороший человек рядом. Он был тоже врач. И это было... Ладно, похуй, я что-то уже сбился про анорексию. У него так приступ. Милохин присылал нюцик. Охуенно, просто хочет детей. Она хочет детей? Ты сама как хочешь семью, детей вообще как? В планах это есть? Хочу. Но не сейчас. И детей хочешь. Хочу. Хочу дочку. Почему именно девочку? Хочу дочку, потому что я хочу расти маленькую принцессу. Что это значит? Я хочу, чтобы у меня девочка выросла с моими принципами. Вот, согласен с ней. Которые я ей заложу. Это обязательно то, что у меня было на своем опыте. Это обязательно не давать никому первому встречному. Блядь, я говорю, у нее, скорее всего, есть определенные проблемы с головой. Давать только по любви. Ну, то есть, она сама не понимает, что говорит. Ну, блядь, не в том плане, что надо давать каждому встречному. Потому что ее действия, слова и многие другие вещи не сходятся с тем, что она говорит потом. Ну, то есть, сори, у тебя весь контент реально построен на каком-то шлюхообразе. И ты такая, я хочу научить свою девушечку, что не нужно давать первому встречному. Так ты, блядь, по сути, об этом и говоришь, нахуй, благодаря своему контенту. Давайте найдем красивых мальчиков. Типа, охотница. Это то же самое, ровно то же самое. В презервативе только, опять же. По сути, ты все свои ошибки перечислила. И хочешь, чтобы у нее... Я хочу, да, я хочу, чтобы все свои ошибки я ей как-то попробую донести аккуратно. Потому что есть такое у детей, что, ну, никто не слушает. Блядь, я реально не понимаю. То есть, она делает какие-то вещи, но она в какой-то момент такая, Ну, блядь, я, наверное, не права, нахуй. Но при этом их делает, что за хуя? Родители как бы на их ошибках, потому что... Ну, то есть, вон, она, видите, она способна на анализ. Но она не может просто ничего изменить. Она при этом говорит, я буду делать то же самое. То есть, она говорит, правда, ошибки, но при этом, судя по тому, что она рассказывает, она будет делать это и дальше. Дети такие все, да, мы лучше знаем. И вот хочется как-то донести до ребенка суть, чтобы все-таки, ну, человечек был аккуратнее. То есть, сказать ей, что, типа, вот так-то, так-то, ну, ты будь ок... Лео, цель хорошая, но, опять же, выглядит, как будто это сказано через какую-то маску. Sorry. Реклама казино. Вопросов нет. Сколько зарабатываешь? Похуй. А вливали краской, похуй. Я буду принимать внимание взрослого мужчины. Кинули на деньги в ТикТок хаусе. Рубрика «Личные переписки». В смысле, личные переписки. Она будет личные переписки показывать? Ты можешь дать посчитать именно текстовое содержание, потому что нюцей видеть, честно, Даня Милохина совсем не хочется. Он удалил переписку, но у меня осталось только видео. Видео того, как вот мы снимали вот телефон, но вот так с другого телефона и листали эту переписку. Показать? Телефон в студию. Там только кружочки или там есть текст? Ладно, в целом похуй. Ну, типа, вообще не понял этого человека, которого взяли интервью. К сожалению, ну, просто прыгала сюда-сюда по позиции. Там парочку нужных вопросов нужно было лишь задать, чтобы человек, возможно, хотя бы немного дораскрылся. Но Йениной, как вы понимаете, поебать. Ей главное имя какого-то человека, который делает хуйню с бутылкой. А дальше что-то мутить, рассуждать, вести диалог в жопу. Кому это нужно? Это же неинтересно. Как же прикольно быть идиотом На чужих ошибках я не учусь Валяюсь в постели по похмельным субботам Хоть все болит, но не пойду к врачу